И бредовое состояние было и у меня, когда я, ну, собственно, не вышел со своего тела до этого времени. Да, мне всякие картины виделись, я где-то пробирался через какую-то пещеру, через что-то, через завалы, ну, это чисто бредовое состояние. Вы ясно теперь понимаете, что это бред. Это бред, это бредовое состояние. Но то, что я оказался и видел воочию, то, что у меня переживание было внутри моего сердца в этой ситуации, извините, это никак не назовешь бредом. Хотя бы тот факт, что вы встретились с ангелом, что он вам сказал, что в вас вошло и что стало реальностью, потом вы увидели. Потом я, и хорошо скажут, что это, многие говорят мне, а где же подтверждение, то, что, а может, и был нормальный, может, такой. Так давайте мы немножечко, конечно, разберем этот вопрос, что же было у меня поломано и что побито, и что у меня не функционировало, вот, и мое состояние после этого. Во-первых, то сидение, на котором я сидел, оно было сплющено. Спинка стула тоже была сплющена. Удар настолько сильный был, что, ну, меня вытягивали оттуда. Говорит мой зять, когда смотрел эту машину после этой аварии, говорит, я не знал, не мог предположить, и предположить невозможно, как человек мог остаться живым там. Все до того исковеркано, до того памятного, что там невозможно остаться живым. Если машина на трак, на большой скорости ударился в дверцу водителя, то ее все скривило вот так вот, машину. Первый раз, когда я пришел, как говорится, в такое сознательное уже осознание себя самого, вот, то это было осознание очень тяжелое. Это настолько было сложное и настолько было тяжелое для меня переживание, что я фактически, я кричал к Богу, я плакал, я не стеснялся никого, кто был в этой палате. Я просил Бога Божия, забери меня. Там были еще люди в палате? Да. Забери, ну, были родственники, все время около меня были родственники. У меня такая ломка была организма, такие были тяжелые муки, меня вроде всего выворачивало, выкручивало. Ну, я не знаю, каждая косточка у меня ломалась, вот такое состояние. Вот, я не знал, от чего это. Вот такое состояние, а я не понимаю, от чего, я кричу, Боже, почему это такое? После этого я уже узнал, в чем дело и в чем причина вот такого моего состояния было, потому что, когда я лежал без сознания, врачи сделали меня наркоманом. Наркоманом, в полном смысле наркоманом. Они большие дозы давали наркотиков мне, и мои родственники говорили, не давайте ему такие большие дозы наркотиков. И они говорят, если мы наркотики ему не будем давать, он от болевого шока умрет, он не выдержит. Вот, и поэтому они давали вот эти наркотики, и когда я пришел в себя, фактически наркотики прекратили мне давать, и все, у меня была ломка организма. Я понимаю наркоманам, насколько им тяжело, насколько трудно выйти с этого состояния. Вы знаете, и родственники, которые были вокруг меня, и утешали меня, и успокаивали меня, и держали меня, потому что я схватывался, я говорю, я не могу. Я не могу, вот, не могу этого терпеть всего. Вот. Единственное, и я благодарен Господу, что только то, что Он сказал Духом Святым во мне, и я это услышал, Он сказал два слова, ободрись, ободрись. Больше ничего не было, я не слышал ничего. И после этого, когда Он сказал, у меня действительно получилось облегчение. Я почувствовал это облегчение, и я начал уже, как говорится, нормально выздоравливать. Я перестал плакать, я перестал просить Бога, чтобы Он меня забрал. Вот, и я почувствовал, что у меня силы все больше и больше и больше прибывают, и я крепче становлюсь. Врач, который пришел и который беседовал со мной, вот, через переводчика, и дочка была, вот, и родственники были, Он объяснял мне мою ситуацию, и вот, в каком состоянии я был. Во-первых, Он сказал, я не надеялся, что когда-нибудь я услышу голос этого человека. Никакой надежды не было. Ну, и, значит, Он сказал, что у Вас вся левая сторона была разбита. Ребра все были левой стороны поломаны от этого удара. Говорит, селезенка была у Вас отрубленная. Левая легкая была сплющенная. И ребра прошли, говорит, сквозь легкую, вот, вовнутрь. И, как, говорят, они не поразили Ваше сердце, что они прошли мимо сердца, это, говорит, удивительно. Но они прошли насквозь легких ребра. Вот, ну, говорит, что мы Вам ребра соединили, и легкую левую Вам выдули, вот. Но селезенка у Вас нету, это одно. И второе, говорит, что почки у Вас не работают. Вот, такой сильный удар был, и вот, то ли из-за удара, то ли последствия этого удара, но почки перестали функционировать, и они не работали у меня. И говорит он, что вот я и дочери говорю, и Вам, чтобы Вы знали заранее, что Вам очень опасно находиться в общении с людьми. Почему? Потому что, если будет один человек, и далеко от Вас сидеть, и он будет инфекционной болезнью какой-то болеть, Вы обязательно эту инфекцию подхватите. У Вас никаких защитных функций организма нету. Чтобы Вы знали наперед, что Вы должны быть очень осторожны, и все время быть, как говорится, под наблюдением врача. Второе, он сказал, что Вы должны знать, что вот эти вот почки, которые сейчас у Вас не функционируют, они вряд ли будут функционировать. Они мертвы, они спят. И я многократно был на этой дали с машины, которая очищает кровь. Вот, это надо пять часов лежать без движения на этом столе. Вот, и очень неудобный стол там. И она не болезненная, но очень тяжелая процедура. Очень тяжелая. Вот, и очень утомительная. Ну, и значит, говорит, и еще я Вам должен сказать, чтобы Вы знали наперед, что фактически ходить Вы вряд ли будете. Он точно не утверждал, но, говорит, у Вас сильный был удар, говорит, в эти, ну, как это называется. В опорную таз, в опорную систему. Шувастаз, говорит, был, как бы, смят. Вот. Так что Вы, говорит, очень сильно пострадали. Через некоторое время он часто ко мне приходил, по-моему, через день даже приходил ко мне. И все спрашивал, как я себя чувствую, как у меня дела. Я все время у него под контролем был. Вот. И в один из дней он приходит, то и говорит, что, Вы знаете, Вы внушили нам надежду. Вы внушили нам надежду, потому что, говорит, Вы в таком положении после такой страшной аварии начали выздоравливать очень интенсивным темпом. В таком возрасте. И, говорит, несмотря на то, что Вы в таком возрасте, Вы выздоравите, говорит, пять раз быстрее любого человека, который был в подобной Вам ситуации. Такое интенсивное выздоровление. И это, говорит, нам внушает такую оптимистическую надежду в отношении Вас. Потом, через время, он пришел, то и говорит, я принес Вам очень радостную весть. Очень радостную. Что же за радостную весть? Он говорит, у Вас, говорит, правая почка заработала. Да, слава Богу, слава Богу, я говорю, заработал. Левая почка, говорит, она молчит, она спит. Она работать вряд ли будет у Вас, не работает она. А я, дочка сидела, я говорю, доча, переведи ему, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова